Только бы не было войны. Там обменивались пленными, пока не все на всех по счету, но тут главное было, что пока нервозно, тяжело, зато первые шаги сделаны. Там Майдан и Антимайдан так не собрались на второе заседание контактной группы и тоже находились оправдания. Это чтобы в спорах хрупкий мир не нарушить, ведь одной искры достаточно. Несмотря на все усилия, на лентах агентств появились сообщения, стреляют. Но кто и кого обстреливает, информация вновь разнилась. И армия, и ополченцы заявляли, что это единичные случаи, что не они начали, что вынуждены отвечать, но на провокацию не поддадутся. В результате никто не взял ответственность и за обстрелы в районе Донецкого аэропорта. Новостные ленты сообщали о бое, о попадании снарядов в жилые дома. И снова тревожная тишина. Мой коллега Иван Прозоров наблюдал за происходящим в Донбассе, чтобы понять, что делается ради сохранения хрупкого перемирия. На улице зима, квартира разбита, бабка на полу 80 лет, и сын без работы, один был кормил. Жители Донбасса на этой неделе поняли. Объявить перемирие и полностью прекратить огонь – две большие разницы. После громких заявлений украинских политиков на улицах также громко рвутся снаряды. Перемирие, по словам ополченцев, украинская сторона периодически нарушает. Из-за обстрелов у отрядов самообороны потери, а мирные жители вновь не спят от заката до рассвета. Тут фейерверки такие были, это ужас. Сверкало, свистело, гудело, трещало. Кошмар, просто кошмар. В таких условиях, когда доверять противнику сложно, стороны все же договорились об обмене пленными. Первый раунд прошел в ночь на пятницу. Украинские военные на условия содержания не жаловались. Ополченцев же вернули в таком состоянии, что кто-то не мог самостоятельно выйти из автобуса. Носилки нужны? Ну, желательно, да. Так я ходить не могу еще. Два дня продержали там, в Дебальцево. Там жестко избивали. И допрашивали, выпитывали все. Вытащили меня. Заломали, закрутили. Ломились домой, обокрали. Все. Допрашивали, на аэродроме в Краматорске содержали. Сутки на подвесе, в грушу боксерскую. Сегодня состоялся новый раунд. Обменяли уже 73 на 73 пленных. Медики ополченцев рассказали, как пытаются спасти тех, кто вернулся домой. Отбита левая почка. Очень сильно избит. Переломаны пальцы. Вырваны все зубы. Это явно видно, что делали на живую. То есть это были явно пытки. Но все же, говорят люди, в Донбассе стало спокойнее. Жители Луганска, прятавшиеся в подвалах, впервые за несколько недель вышли на центральную площадь, чтобы поймать единственный в городе слабый сигнал связи и позвонить родным, сказать, что живы. В городе Ясиноватая тоже непривычная суета. Местный рынок ожил. Выбор пока небольшой. Овощи, крупы, масло. Но торговцы знали, как здесь нужны продукты. Поэтому приехали на свой страх и риск. Едем и боимся. На молитвах. Два кармана молитв. Все, все. На одних молитвах. Но все равно торгуете. Конечно, люди же голодные. Договоренность о перемирии вдохнула надежду в сотни тысяч людей. Километровые очереди на границе с Россией. Совсем недавно жители Донбасса от снарядов бежали в никуда. Теперь возвращались. Но тоже в неизвестность. Как вы это потерять все? Бежать от пол. Друзья все разъехались. Родственники разъехались. Дети в разных концах. Мы не можем быть вместе. Как это? Прежнюю жизнь пытаются наладить всем миром. Квартиры у многих разрушены. Расселяют по соседям. Вместе убирают с улицы осколки снарядов. Срезают колючую проволоку. Такой перерыв был жизненно необходим. Чтобы, если не восстановить руины, то хотя бы навести порядок. Украинские власти моментом пользуются по-своему. В конце августа ополченцы нанесли сокрушительные поражения силовикам, которые понесли колоссальные потери. Теперь официальный Киев уже не скрывает, зачем согласился на эту паузу. Украинскую технику стянули к западу от Донецка, севернее Луганска. Значительные силы появились около Волновахи, Горловки и Краматорска. Пользуясь перемирием, силовики пытаются проникнуть в деревни и обустроить новые огневые позиции. Для борьбы с такими диверсантами в ДНР появился своего рода спецназ, группа быстрого реагирования. Вот видео рейда, когда бойцы наткнулись на колонну карательного батальона «Айдар». Несколько машин сопровождали грузовик, набитый боеприпасами. Повышенную активность боевых подразделений подтвердил Петр Порошенко, но объяснил это с оговоркой. Мы уже сейчас осуществляем перегруппировку частей наших вооруженных сил, национальной гвардии, пограничников, но не для нападения и наступления, а для того, чтобы гарантированно и эффективно обеспечить защиту своей территории. Видимо, для такой защиты украинская промышленность фактически переходит на военные рельсы. Например, Львовский бронетанковый завод в последние годы едва сводил концы с концами. Выпускал только комплектующие для техники, поставленные за границу еще во времена СССР. Теперь же предприятие перевели на работу в три смены, тут снова производят бронетранспортеры. Но помогут ли эти усилия? Большой вопрос. Военным вопросом решить ситуацию Донбасса уже невозможно. То есть, если еще там в июне казалось, что это будет достаточно легко сделать, в июле это казалось Киеву, что это будет сделать сложно, но если напрячь силы, то это возможно. В августе от этого не осталось ничего. Заканчивается время. Украинская армия абсолютно не готова к зиме. Это все отлично понимают, несмотря на все заявления. Массу громких заявлений сейчас делает Петр Порошенко, пытаясь хоть как-то поднять рейтинг. В Мариуполе, видимо, президент попытался быть ближе к народу. Кажется, глава государства слегка не тресл. «Нам ведущий клад. Там, когда мы ударили через Новоазорск, и там, когда мы крещали, на півле и в Донецке, взяли к кольце Мариуполи, думали, что мы здесь остались. Так и наша званка эффективна работа и деятельность. Все глава цикла. И зараз дам Бог еще крикку, а не надію на те, что нам вдалося встановить мир». Украинская власть, по словам экспертов, сейчас погрузилась в борьбу политическую. Перед выборами в Раду партии войны нужно наступление. Вряд ли уже маленькое и победоносное, но хотя бы показательное. И новые герои, которые поведут вперед. «Если мы выстоим, если мы сохраним самообладание, то мы победим. Я в этом даже не сомневаюсь. Я снимаю балаквалу». Показательное выступление Семена Семенченко, командир карательного батальона «Донбасс». «Онлайн-комбат», как его называют, за то, что спонсоров и добровольцев активно привлекает в Фейсбуке, регулярно выкладывая красочные видеоролики. Боевым орденом его лично наградил премьер-министр Яценюка. Журналисты даже заговорили, не стать ли ему министром обороны. Лицо засвечено, теперь можно, как говорится, успешно торговать. Но вот реальные заслуги, судя по рассказам сослуживцев, не такие блестящие. Где-то там фотографировался, кто-то из его бойцов то ли с подствольника случайно выстрелил, то ли гранату как-то неудачно кинул. Героическое ранение в дупу. Подстрадала спина и дупа. Эта информация пришла к нам с военной контрразведки. Позвонили, ржали так, что это. Семенченко поехал, говорит, на передовую, там, героически, говорит, получил ранение в задницу. Украинским СМИ Семенченко признался, взял псевдоним. На самом деле этого человека зовут Константин Гришин. Родом из Севастополя, раньше возглавлял фирму по установке спутниковых антенн. Бывшие подчиненные вспоминают манеру руководства Семенченко. Только под Иловайском потери батальона исчислялись сотнями человек. Герои нового военного времени готовятся к выбору. И среди них уже раскол. Арсений Яценюк отказался выступать за блок Петра Порошенко, заявив, что с президентом теперь в разных лагерях. А партия регионов объявила, что вовсе не будет участвовать в досрочных выборах. Сегодня льется кровь наших сограждан. Гибнут мирные жители, гибнут дети. Власть цинично пытается провести выборы, чем тем самым полностью расколол в сторону. Какой может быть парламент, если четвертая часть страны не будет в нем представлена? В борьбе за парламентское кресло оставшиеся кандидаты усиливают военную риторику. Что можно понять? Розыгрыш патриотической карты обычно гарантирует популярность у электората. Некое соревнование, кто из них больше патриот и кто из них больше ныненьку Украину любит. Любит вот так вот. Так люблю, что за душу в объятиях. Они выбежали на старт, уже поделив в мозгах своих медалей, кресла, мандаты. В этой гонке на второй план отошли проблемы насущные. Война нанесла ущерб юго-востока Украины в сотни миллиардов гривен. Города разрушены. Только на разминирование дорог и улиц может уйти больше года. А в Киеве по-прежнему далеко не все готовы к переговорам с ДНР и ЛНР. Необходимо, чтобы все стороны имели волю к диалогу, имели готовность к тому, чтобы разговаривать друг с другом. Пилюля очень горькая, ее, к сожалению, придется проглотить украинскому обществу, которое уже несет серьезные издержки. И ему предстоят очень серьезные экономические трудности зимой, особенно зимой. Нет ответов и на вопросы, сколько жизней стоит операция в Донбассе и стоит ли вообще. Неизвестно и сколько продлится хрупкое перемирие. Как выражаются дипломаты, ситуация пока внушает очень осторожный оптимизм. Иван Прозоров, Ирина Болезнюк, Ольга Паутова, Виталий Каченко и Андрей Маслихов. Первый канал. Воскресное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова